Здравствуйте, дорогие наши зрители! Прежде чем сказать, что мы будем сегодня готовить на канале Лес от Огород, я вам расскажу, что мы вчера готовили на канале, нашем втором канале, который называется Смачни Рецепты. А готовили мы вот такие прекрасные куличи, которые благодаря секретному ингредиенту, который я конфискувала у Ивана Афанасьевича, очень долго не черствеют и могут храниться около месяца. Так что обязательно зайдите на наш второй канал Смачни Рецепты и посмотрите, как мы делали вот такие куличи. К космосу они не безразличны, да, космос? Ну а на канале Лес от Огород сегодня мы будем готовить очень вкусный фасолевый супчик. Добавите мясо, можно кушать не в пост, не добавляете мясо, можно тем людям, которые соблюдают пост, также приготовить. Так что приступаем. Начала я свое приготовление из того, что фасоль залила водичкой на ночь. Затем эту воду я слила, фасоль промыла и отправляю в кастрюльку. Накрываем крышкой, включаем плиту и пусть фасоль наша готовится. С момента закипания фасоль готовится уже 30 минут. И я добавляю мясо. У меня здесь суповой наборчик курицы. Кто соблюдает пост, этот момент можно упустить. И варим до готовности. А я тем временем подготовила такие овощи. Почистила 500 граммов лука, половинку корня сельдерея. Можно заменить на 2 картофеля или 3. И также 1 большую, либо 2 средние морковки. Еще мне понадобится 1 стакан томатного сока. Можно заменить на 1 столовую ложку томатной пасты. И растительное масло для жарки. И сейчас мы лучок нарежем полукольцами. Разогреем растительное масло на сковородке. Масло я взяла 60 мл. И пока будет лучок обжариваться, мы нарежем, измельчим морковь. Можно нарезать, можно на терочке натереть. Лук стал прозрачный, даже слегка позолотился. Я добавляю морковь, нарезанную вот такой соломочкой. И также пару минут обжарим. Через пару минут добавляем сельдерей, который я тоже порезала уже соломкой покрупнее. Если хотите заменить на картофель, картофель можно добавить сразу в кастрюлю. И обжарим сельдерей, чтобы он приобрел, раскрыл свой аромат. Эх, как уже все аппетитненько пахнет. Но мы еще усилим аромат перцем чили пол чайной ложки. Также я возьму пол чайной ложки смеси перца. Еще я добавлю одну столовую ложку паприки, порошка. Также хлопья в паприке одну столовую ложечку. Все это перемешаю. И сразу же через секунд 30 я заливаю одним стаканом томатного сока. У меня сок домашний. Можно столовую ложку томатной пасты и где-то пол стакана водички добавить. Пусть прокипит у нас вот это дело минутки 2-3. И мы огонь под сковородкой выключим. Смотрите, дорогие, так как фасоль мы замачивали в воде, она приготовилась вместе с мясом. Буквально за полтора часа фасоль наша уже даже начала развариваться. И теперь мы отправляем в кастрюлю содержимое нашей сковородочки. ополаскиваем ее хорошенько, чтобы не оставались все наши вкусности. И вы посмотрите, какая песня у нас с вами получилась. Какой прекрасный получился фасолевый супчик. И он будет не менее прекрасный без мяса. Так что смело готовьте такой супчик в пост. Последний штрих. Я добавлю столовую ложку без горки соли. Перемешаю, попробую. Может еще будет, может недостаточно. Два лавровых листика сюда же отправляю. По желанию, так как сейчас у нас входит пандемия, можно выдавить через чеснокодавку два зубка чеснока. Я на огороде нашла зеленый чесночок. Он тоже полезный. Витаминов побольше. Перемешиваю. Попробую, достаточно ли мне соли. Достаточно ли мне всего. И можно уже пробовать наш прекрасный супчик фасолевый. Как когда-то любила говорить моя соседка, ее, к сожалению, уже нет. Она говорила, я их заварю борщ, а он мне аж смеется. Вот такой супчик мне тоже улыбается. Все, будем пробовать. Ванечка, ваш выход. Где ты там? Что там такое? Фасолевый супчик. Изумительный. Ясо есть? Или я таки даром время буду переводить? Ну, вот у меня была дилемма. Я так хотела приготовить постный, но я же знаю, что ты пробовать не захочешь. Так что, пробуй, расскажи. Совсем другое дело. Да. А что пробовать, мясо или супчик? Пробую супчик, конечно. Космос, подожди, я еще не пробовал. Космос, ты фасолевый супчик точно есть не будешь. Сейчас тебе творожка дам. Сейчас мясо не хочу. Ну, как, как? Ты же говори уже. Ты же не обидай. Остановиться нельзя. И за мясо забыл. Вещь. То, что надо. Суп с фасолькой, сказка. С чесночком, наваристый, на бульончике. То, что нужно в пандемию. Спасибо, Лорочка. На здоровье. Так, все, я прощаю. До свидания. Короче, друзья, спасибо. Прекрасный суп. Нормальный, отличный. Всем добра. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Подписывайтесь в телеграм. Никто почему-то не прислал ролика, как вы пробуете. Мы же 1 апреля спрашиваем. Все, всем добра. Ждем ваших роликов. И ждем всех, все в гости на канал Смачные рецепты. На куличи. Пока. Всего хорошего, друзья. Пока. А ссылку на канал Смачные рецепты и на такие прекрасные куличи вы найдете под этим роликом.